Создание этих уникальных фото отчасти дело техники. Смартфон может сам настраиваться на резкости, выбирать режим. И все же фотограф больше доверяет чувствам. Ориентируется на шелест листьев, звук тающего снега, ощущение земли под ногами, то, что зрячему человеку неведомо. Александр Журавлев потерял зрение в 11 лет. Не полностью, осталось 2%. Он видит вокруг серый туман и смутные очертания. Увлечение фотографией — это потребность Александра делиться внутренним миром. Мне хочется показать это шире и больше людям, что видеть можно шире, больше, ярче и красивее. Несмотря на зрение, несмотря на еще что-то. У каждого из нас огромный внутренний потенциал. Александр много путешествует. Сначала на электричках по России, затем самолетом в Индию и Польшу. Сейчас он получает психологическое образование в университете. Недавно состоялась большая персональная выставка его фоторабот в Москве. Пройдя непростые стадии принятия жизни в тумане, мужчина понял — наши комплексы внутри нас. Неважно, есть зрение или нет его, есть слух или нет его, повреждение центральной нервной системы или опорно-двигательного аппарата. Это неважно. У всех свои особенности. И вот с этими особенностями как раз-таки нужно в этом мире жить. Александр давно мечтал побывать на Волге, в Самаре. Его впечатление мы увидим в новых фотоработах. А уже в начале ноября он отправится в Корею. Международный олимпийский комитет предложил ему стать факелоносцем огня в честь предстоящих зимних олимпийских игр. Не страшно, когда природа и погода раскрашивают мир в серый. Страшно, когда твой внутренний мир теряет свет. Возможно, эта философия слепого художника позволит нам увидеть привычные пейзажи в непривычном ракурсе. Инесса Панченко, Григорий Плешаков. События.